всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал факью и мы продолжаем наше обучение торговли на рынке форекс итак друзья вчера был очень хороший стрим не стрим как его назвать правильно вебинар вебинар вот правильно будет вебинар вчера был очень хороший вебинар вот где александр михалыч представил своего нового куратора до для систем их него обучение персонального вот и это именно был тот юрий которого мы можем понаблюдать у александра михалыча интервью с ним да я не знаю выйдет ли этот вебинар на канал для его перри зальют но скорее всего что нет потому что если бы они хотели сделать этот вебинар для всех дата они бы получается этот вебинар не делали на отдельной площадке потому что прошел вебинар на отдельной площадке вот и из этого из этого я почерпнул для себя юрий на этом вебинаре очень детально рассказал и очень именно по сути рассказал многие детали работы вот из этого я почерпнул для себя очень много и так друзья смотрите как сейчас выглядит мой график да то есть я стараюсь подстроиться под внутридневную работу линии боллинджера это я вчера себе накинул немножко ночью смотрел линии боллинджера мы уберем на вот так то есть вот так вот мой выглядит мое рабочее поле да я пытаюсь на 15 минутки найти какие-то промежуточные уровни чтобы внутри дня до поторговать какие-то сделки у нас открывается и заканчивается у нас тейк профитом какие-то сделки у нас закрываются в стоп-лосс сделок в стоп-лосс у нас больше чем сделок в тейк профит вот и просто грубо говоря мы топчемся на одном месте то есть грубо говоря вчера был уже одиннадцатый день нашей торговли до за 11 дней мы заработали один процент от нашего депозита один процент от нашего депозита понимаете значит что-то наш пора делать выводы то есть за две торговых недели мы заработали всего лишь один процент от нашего депозита это значит что что-то мы делаем неправильно потому что ну мне кажется что немножко больше в месяц должен зарабатывать трейдер до чем один процент от нашего депозита то есть если если даже мы хотим допустим не быть там супер гуру трейдингом да и зарабатывать миллионы а просто чтобы это было как наша постоянная работа да мы ни от кого не зависели и допустим положить себе баланс десять тысяч долларов да и хотя бы там чуть больше тысячи долларов зарабатывать то в месяц мы мы должны выработать такую торговую систему чтобы в месяц мы зарабатывали не меньше чем чем тысячу долларов да то есть не меньше чем тысячу долларов вот в украине я я живу в украине да и в украине за такие деньги уже можно плюс-минус нормально жить содержать семью до обучать детей нормально себя чувствовать и еще там какую-то небольшую сумму откладывать себе там 200 300 долларов до у месяц вот поэтому 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 потом чтобы залить обратно на депозит или оставлять же на депозите да как отложенные деньги и тогда мы сможем торговать но опять же сейчас многие из вас скажут но если у тебя будет 10 10 тысяч до 10000 что твой баланс уже будет не 9 долларов как сейчас да на 1000 а ты будешь типа торговать цельным лотом вот они дробным лотом да не по 001 вот как вы видите да вы тут не видите сейчас 9 да вот мы заходим в рынок по ставкой 001 а так бы мы заходили там цельным лотом да и тогда бы и были наша было бы там не цель не центики да за каждый тик а там цельными цельными долларами бы да и уже было бы не 9 за две недели а 90 но все равно две недели 90 месяц у нас четыре недели в среднем если вот у нам так удается один процент от депозита зарабатывать да за две недели то есть ну пускай за за месяц это будет два процента депозита да то есть два процента депозита ну вы не сможете жить на эти деньги даже в украине да на 180 долларов сильно сильно не проживешь вот поэтому поэтому была вчера после этого вебинара проведена критическая работа с моей торговой моделью то есть так как юрий так как юрий дал нам свою торговую модель полностью да то есть сейчас я вам ее покажу где-то она у меня на рабочем столе валялась не валялась лежит в отдельной папочке здесь я вот себе сохраняю всю свою статистику алгоритм да вот алгоритм юрий вот то есть нам был подарен этот алгоритм но не вчера на выбирать на вебинаре еще еще раньше в принципе ссылку на алгоритм так как его раздали бесплатно до ссылку на алгоритм я оставлю в описании да вот я думаю что вы можете себе это же скачать или или просто заходить открывать на нее будет просто доступ да на мой google диск вот и вы сможете себе этот алгоритм тоже использовать те кто не подписаны на александр михалыч а то есть у нас есть полностью алгоритм я записал полностью тот вебинар который вчера проводил александр михалыч да вот есть он у меня записанный подкаст с юрой вот мы мы и я его еще раз переснимлю потому что там есть много нюансов каких каких не надо я хочу сделать себе короткое видео именно выжим куда выжимку того что я считаю нужно то есть они там еще много беседует о жизни в германии там туда-сюда мне этого не надо я сделаю себе там вебинар вроде шел 40 минут до вот много много лишнего я себе сделаю только выжимку ту которая мне надо для работы для того чтобы минут на 15-20 для для того чтобы пересматривать каждый день даже сел перед тем как начать работу пересмотрел до пересмотрел 15 минут видео потому что за компьютер я сажусь где-то пол девятого в девять вот и для того чтобы освежить память для того чтобы освежить видение рынка да так как это уже видит человек профессиональный который можно сказать профессионал своего дела прошел прошел у александра михалыча большой курс обучения до лично с александр михалыч им постоянно был на связи то есть грубо говоря александр михалыч ему за год передал все что он знает все чем он ему мог помочь он ему помог осталось все только за ним но так как его александр михалыч этого юру взял уже как куратора я думаю что он ему доверяет да и проверил его именно как человека который уже может преподавать даже да вот поэтому поэтому мы же тоже обучаемся да поэтому из этого видео я сделаю себе тоже такой определенный алгоритм видения рынка до плюс алгоритм рабочий у нас тоже есть тоже его буду каждый день прочитывать пока это в голове не отложится до автоматизма вот поэтому друзья сегодня что нам надо сделать сегодня нам где надо сделать следующее нам надо на всех наших графиках применить наш шаблон без ничего пустой да все графики перевести на дневку вот все графики перевести на дневку мне конечно вот этот индикатор от ара не нравится когда он вот это пишет но он на часовом он не пишет а на дневке у него ошибка из-за того что да у нас один бар и он не рассчитывает дневку для от ара да вот поэтому у него ошибка выскакивает ладно но это это не настолько важно да и сейчас я поставлю на паузу проведу эти все манипуляции открою еще там несколько десятков инструментов и сегодня так как у нас пятница в пятницу я торговать не люблю рынок непонятных пятницу вообще ну вот я рынок в пятницу вообще не понимаю он смотрите вот чем связан этот рывок да чем связан как его можно объяснить ну просто давайте допустим на другую валютную пару какой-то перейдем да допустим на часа вичок не новости а не было новость брешу брешу была новость по фунту была новость какой-то ритейл сайл бух упала да красиво на новости видите плюс новости сегодня поэтому а что у нас тут австралии так пошел я уже рынок разглядывать да вот по австралийцу не было да ничего тоже от средины от ара японцы прижали к этому уровню и на лондонской сессии да уже начинают прижимать еще ниже ну такое себе короче не будем на этом останавливаться зацикливаться вот переходим полностью на нормальную работу и я вам буду рассказывать теперь я уже понял как проводить уровни что для этого надо какие факторы надо увидеть на дневки да вот потому что вот это вот каша из уровней это неправильно друзья это неправильно нам не нужна такая каша из уровней нам на дневки надо определить определенные уровни в диапазоне цены которая у нас ходит до от от самых таких сильных исторических уровней которые у нас были у нас должно быть возле цены два уровня до снизу и сверху цены куда цена может отбиться и что мы ожидаем тут от боя или пробоя допустим да если есть пробой лучше себе еще один уровень определить до до которого цена может дойти вот и все на вот и все короче сейчас буду вам это все показывать очищу сначала очищу сначала все графики по открываю еще инструментов разных да будем учиться смотреть это все находить сегодня у нас такая домашняя работа дневная обычно это вечером делал да там рассматривал графики проводил какие-то уровни я не говорю что вот эти уровни не работают я не говорю что они не работают как мы видим они работают от них можно работать да можно подточить систему можно подточить риск-менеджер и прибыль на сделок увеличится дата и со временем вот и понимание рынка у человека еще лучше со временем приходит чем дольше человек занимается да тем лучше он начинает понимать это все дело вот но нам нужны железобетонные уровни от которого мы сможем зайти в рынок да допустим там дробным лотом из трех частей и забрать один к семи один к шести понимаете вот такой уровень сильный чтобы от него цена пошла там хотя бы там на 600 на 700 пунктов до вниз вот допустим если перейти там на на четырех часовой да вот это вот у нас сутки вот вот смотрите вот здесь был какой-то уровень до сильный который у меня не отмечен шестьдесят пять шестьсот девяносто семь вот шестьдесят пять семьсот грубо говоря да был у нас сильный уровень посмотрите какое движение у нас было на 1900 пунктов да по по австралийцу на 1900 пунктов это это бомба друзья понимаете вот такие вот движения надо забирать понимаете вот такие движения надо прогнозировать они они вот это баловаться скальпить грубо говоря на 15 минут зашел сделал домашнюю работу посмотрел поставил себе инструменты на лист так как александр михалыч говорит да выписал себе инструменты которые ты должен завтра торговать по по определенным уровнем да если пробьет уровень значит заходим там или если отобьется ну как какую написать себе сценарий что ты по этой что ты по этому инструменту видишь да то есть от этого уровня продаем или покупаем что других действий у тебя не должно быть то есть если ты видишь у от этого уровня должна быть покупка то если начинается продажа ты не заскакиваешь продажу а ждешь покупки то есть там отбоя какого-то да или повторения или ложного пробоя то есть ждешь ждешь своих моделей потому что торговать все и сразу невозможно сам себя запутываешь 1 1 модель откладывает свое что-то в голове до другая модель откладывает что-то свое 3 откладывает еще что-то свое и потом когда ты пытаешься все сразу это увидеть наступает в голове замешательство что это такое у тебя сейчас перед глазами да это пробой или это ложный пробой или это цена в ренджей ты пытаешься от каналах каналу ее торговать до всего всего человеческий мозг не может обработать до столько много информации там за короткое время ну человеческий мозг мозг конечно сильная штука но я пока что этого не могу да то есть мой уровень знаний в этой сфере мне не позволяет это делать поэтому надо переходить четко к алгоритму алгоритм есть вот по форексу алгоритм не зажали подарили бесплатно будем пробовать вот и все что я могу сказать тоже видео подкаста тоже есть сделаю с него выжимку и будем пробовать пока что пока что сейчас что я хочу сделать это очистить все свои графики от этого хлама который у меня сейчас на всех моих графиках да вот открыть побольше инструментов для того чтобы мы начали с вами работать и начали проводить нормальный правильный уровень все оставлю пока на паузу и уже продолжу когда открою там много инструментов и будем нормальные уровни смотреть и проводить итак друзья вот как приблизительно должен выглядеть наш график да то есть вот наша цена открываем дневку идем идем в историю ищем сначала какие-то какие-то исторические уровни как я понял да идем сначала в историю ищем не понял что случилось а все понял цена нырнула вниз да то есть мы шли и шли цена ушла вниз ниже нашей цены с сегодняшней идем идем в историю и вот аж в шестнадцатом до шестнадцатом году возле нашей цены мы находим какие-то исторические уровни они это два уровня вот этот и этот да вот и смотрим вот еще один уровень вот касание вот касание до этого уровня а тут был разворот к этому уровню вот а тут отбой был и падение ну вернее это подтверждение этого уровня до уровень был обозначен здесь потом здесь было подтверждение его то есть это ближайший уровень исторический вот видим а этот этот уровень я уже провел на свежей истории и видим тут тоже цена в него ударяется да то есть тоже подтверждение для себя мы находим вот еще один уровень до такой рядом возле цены все больше нам уровней не надо нам надо обозначить для себя коридор ходу дам определенный какой-то коридор в котором сейчас находится цена да и сильные уровни от которых можно будет отработать возвращаемся к сегодняшним реалиям и что мы видим смотрите наш уровень исторический отработал тут было ложное пробитие да цена откатывалась потом от него вверх потом опять уходила вниз и опять уходила вверх то есть здесь был какой-то набор позиции на покупку так смотрим дальше отработала вот буквально недавно до отработала было отбитие от этого уровня и сейчас вот пошел пробой в данном месте в данном месте мы видим то что здесь был какой-то лимитный продавец крупный который три дня до три дня не давал пройти этот уровень то есть цена закрытия этого дня была здесь открылась здесь до там ночью допустим до цена и шла вверх потом отсюда вот этого уровня оттолкнулась пошла вниз и закрылась здесь да то есть не дали пробить этот уровень следующий день у нас цена открывается здесь идет к уровню опять не дают пробить уровень цена закрывается здесь до на следующий день цена открывается здесь идет сюда прокалывает и закрывается под уровнем как мы помним по нашей торговой стратегии такой бар до является сигналом на пробитие уровня да то есть на продолжение хода смотрим что происходит сегодня цена открывается под уровнем до пробивает и уже прошивает как мы видим вот на 800 пунктов вверх то есть здесь мы видели какого-то лимитного игрока до подтвердилось подтвердился нам барчик ложного вернее пробоя подтвердился нам барчик на дневке и дальше пошло пробитие далее наша задача была была перейти на часик и на часике уже найти более филигранную точку входа до более филигранную точку входа от этого уровня смотрим смотрим что у нас происходило на часике цена у нас открылась тут немножко приспустилась и дальше уже этого сколько в 4 часа ночи она пошла расти 5 5 да ну эти самые я пушки поторговали хорошо доллар к австралиицу да на японской сессии как мы видим на токийской на токийской сессии хорошо торганули на вот что мы видим дальше дальше мы видим следующее ну вот юра где-то так и заходит он в старых старых пунктах считает да не в новых а в старых пунктах вот сейчас как мы видим он нам показывает да что 236 пунктов 236 пунктов 236 пунктов это у нас по-новому то есть на форексе сейчас пункты преобразовали до 5 единицы да то есть вот мы видим у нас 39 805 то есть что это имеется ввиду это имеется ввиду то что вот сейчас я вам показываю вход с 23 и 3 старых пункта то есть по старому это было 23 и 3 пункта да не знаю для чего это сделали я я погуглю конечно вот почему произошло изменение но этот самый и что мы видим дальше у нас идет сигнал на пробитие да вот идет сигнал на пробитие у нас опять образуется этот бар 25 пунктов у нас на вход на вход и 25 пунктов на вход и получается с этим баром здесь мы должны входить на то есть у нас закрывается потом открывается следующий бар сбоку то есть нашим наша модель сейчас я ее открою на рабочий стол а погодите у меня же открытый этот самый сейчас я немножко увеличу а можно тут так увеличить о что было всем хорошо видно то есть что у нас происходит вот смотрите аналогичная ситуация да вот она так так мне звоночек срочный и так друзья отвлекли меня конечно надолго очень вот и я уже и забыл на чем я закончил полтора часа пришлось с телефоном провести с разными людьми переговорить вот но не об этом сейчас давайте продолжим в принципе вот так вот должен выглядеть наш график и на нем должны быть только сильные уровни от которых действительно могут быть какие-то сильные движения что мы и сейчас наблюдаем вот допустим последних 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 три дня до евро доллар поджимался вот под этот уровень были даже небольшие ложные пробития до и формируется у нас наша пробойная модель и вот евро доллар у нас пошел до красиво себе пошел вверх вот в принципе если взять в принципе если взять да то проходил он от нашего стоп лосса 1400 пунктов а вот нашего входа давайте еще немножко увеличу чтобы было больше лучше вы видно то есть мы бы входили где-то где-то вот здесь и цена уже вот ходила 700 пунктов вверх сейчас немножко откатилась то есть модели такие модели на дневных графиках они себя намного лучше и сильнее отрабатывает вот ну и конечно же и стоп лосс надо ставить намного больше то есть я даже не знаю как мне быть в этом случае с моей тысячей долларов да как дробнее лот я не могу поставить по манименеджменту я не влезаю да потому что если я поставлю стоп лосс 250 пунктов да я потеряю 25 баксов а 25 баксов это у меня два с половиной процента два с половиной процента моего депозита не ну в принципе в принципе влезаю да то есть если если риск менеджмент немножко раздвинуть и но тогда я не смогу то есть у меня потеря на день максимальная допускается 3 процента то есть 30 долларов да но тогда я не смогу входить в других инструментов да просто напросто тогда из всех инструментов проанализированных и поставленных на торговый на торговый лист да те которые допустим мы проанализируем и отберем мне придется выбрать потом из этих еще сделать сортировку да которые самые приоритетные где рисуется более сильная какая-то модель вот как мы знаем модели ложного пробития намного сильнее чем модели пробития вот даже если рассмотреть допустим вот у нас модель ложного пробития этого уровня да то здесь у нас получилось 66 где-то пунктов да ну старых 600 640 650 пунктов стоп лосс давайте будем считать в старых пунктах потому что так легче будет да и вот здесь можно было заработать один к двум то есть на этом движении но опять же это надо астана оставлять на на долгосрок если на дневке на часик если мы же переходим то на часики мы уже можем найти более филигранную точку входа с более меньшим стоп лоссом допустим да то есть если бы на часики мы входили стоп лосс у нас был бы опять отвлекает меня все время домашние так ну ничего страшного так или же или же тогда мы просто напросто входим в сделку если стоп лосс наш очень большой но модель у нас очень хорошая то есть да на часики смотрите как как мы можем интерпретировать вот этот вход то есть получается уровень у нас сильный уровень у нас исторический да вот поэтому у нас смотрите было пробитие этого уровня потом был подход под уровень было ложное пробитие да цена ушла потом глубоко вниз потом опять подошла ударилась в уровень еще один отход да подошли еще чуть-чуть откатились потом опять было ложное пробитие и после этого ложного пробития да у нас цена вот так вот резко уже не отходит то есть она вот начинает здесь консолидироваться да подходит у нас вверх и опять начинает консолидироваться и здесь опять начинает идти вверх то есть что мы можем для себя из этого вынести то есть да то есть у нас было раз два три касания и на 4 то есть всегда надо несколько касаний ждать к уровню лучше 3 на 4 заходить а если есть возможность то лучше 4 на 5 заходить да то есть увеличивать вероятности свои на пробитие но опять же надо надо анализировать ту ситуацию очень хорошо которая происходит у нас под уровнем да которая происходит у нас под этим уровнем вот если у нас получается вот такая ситуация да там в течение двух часов у нас цена начинает отходить от уровня все мы не входим если же у нас допустим там в течение какого-то времени там пять шесть семь часов цена консолидируется под уровнем и ее поджимают да то есть идет поджатие тогда вероятность входа нашего увеличивается то есть точка входа у нас появляется вот здесь как мы видим да была консолидация под уровнем и каждый следующий лоу у нас поджимался смотрите этот лоу был этот поджали здесь еще поджали да потом немножко был перелог но следующий лоу уже опять поджали то есть идет большая динамика покупателей вот что мы видим в этой картинке да сейчас на данном этапе то есть возможность входа у нас здесь появляется и допустим так как мы можем входить допустим только по мани менеджменту значит нам приходится фиксированный стоп и фиксированный take profit ставить да то есть что мы делаем мы заходим с нашим фиксированным стопом допустим 50 на 150 на вот то есть мы заходим 50 пунктов новых да и смотрим что у нас здесь есть на на этом уровне а на этом уровне у нас вот есть здесь получается во первых это грань нашего отара во вторых свеча которая откатывала немножко цену вниз то есть да то есть ставим хотя бы наш стоп лосс вот где-то в этом районе да то есть если цена пойдет вниз вероятность того немножко ниже получается ставим чем этот самый у нас может здесь получится зеркальный уровень и цена не достигнет нашего стоп лосса то есть здесь получается где-то где-то 80 пунктов но это уже не 250 до то есть 80 соответственно на 240 у нас должно было быть движение смотрим можем ли мы себе позволить движение на 240 до можем потому что 240 это даже не верхняя грань нашего отар до верхняя грань нашего отара 360 то есть запас хода от этого уровня у нашей нашей нашего инструмента есть все идем вот теперь будем так работать не по-другому никак только от сильных уровней только эти исторических уровней подтвержденных на истории да и потом ищем подтверждение на нашей новой истории так то есть потому что даже час назад это уже тоже история то есть из берем уровне со старой истории неважно какая она старая вот эти уровни вообще шестнадцатого года вот но вот смотрите как он хорошо отрабатывает да тык 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 то есть мы должны не забывать еще очень одно что на рынке кроме трейдеров которые составляют 35 процентов рынка еще и главная составляющая его это крупные банки то есть для чего был создан форме для того чтобы крупные банки могли напрямую покупать и продавать валюту да то есть надо ним покупают надо им продают вот поэтому мы это главный фактор не должны забывать то есть те уровни которые были там раньше и они там образовались значит какой-то крупный игрок их там образовал то есть хороший там разворот тренда когда тренд там от какой-то определенной точки до улетает там на тысячи пунктов вверх да то есть вот это надо учитывать то есть старые уровни они намного сильнее значит там какой-то был старый игрок и если мы на новой истории получаем этим уровнем подтверждение а мы смотрите как четко получаем то есть цена вот дошла приостановилась откатилась ложное пробитие опять откатилась опять попытка была чик получаем пробойный пробойный барчик да ну не совсем пробойный потому что он не вниз а вверх да зеленый барон получается опять цена и пошла вниз на пробила и опять она возвращается к этому уровню вот смотрите подтверждение раз ложный пробой еще одно подтверждение опять тычок маленький ложный пробой да а потом отход опять возвращение то есть вот это все мы учитываем да вот эту консолидацию цены есть разные факторы то есть фактор номер один какой может быть во первых у нас здесь сформировалась классическая модель двойное дно да то есть если посмотреть или голова и плечи то есть ну по-разному их называют на это все ерунда это это все ерунда но самый главный фактор да что обычно эти модели они отрабатывают таким образом что от самого от самого большого большого дна мы берем 70 процентов да то есть грубо говоря круглым до 1000 чтобы легче было считать здесь у нас 1000 пунктов да и в ту сторону у нас должно пройти 700 смотрите видите 70 процентов ровно даже даже больше немножко по инерции прошла цена и начала откатываться здесь есть какой-то промежуточный уровень давайте посмотрим да вот вот что то есть до локальный какой-то уровень но он нам не интересен нам теперь интересен следующий вот этот уровень и и и вот этот тоже исторический уровень что мы сейчас здесь в данном нюансе смотрим мы сейчас смотрим как себя ведет цена консолидируется она над уровнем допустим да если ее начинают прижимать к уровню значит будет возврат если ее начинают растягивать от уровня значит возможен поход вверх соответственно ищем точки входа да то есть если цена больше стремится вверх они при они ее прижимают к уровню значит она пойдет вверх то есть если цена так вот сейчас начнет тут гулять да то и и допустим начнет вот так вот гулять до начинать набирать а потом дойдет до уровня и опять будет стремиться от него вверх будем пробовать ну то есть это нам показывает продолжение движения то есть каждый каждый хайп будет сейчас допустим выше предыдущего да вот а потом цена опустится будем пробовать входить на на отбой но опять же отбойные модели они намного реже отрабатываются но не отрабатывается но намного реже но на отбойных моделях можно заходить на отбойных моделях можно заходить нам намного меньшим стопом допустим вот рассмотрим вот этот момент да тут был ложный пробой да смотрим да тут стоп был бы у нас там 100 120 пунктов до плюс-минус 120 получается взять мы должны были бы 360 смотри получилось получилось да то есть отбойная модель себя отработала вот и все друзья то есть ну надо такие брать сильные уровни исторические от них вход цены будет намного больше да и вероятность пробития в одну или в другую сторону будет меньше да то есть и надо анализировать ситуацию по потому что ты видишь видишь понимаешь торгуешь не видишь не понимаешь не торгуешь с вот и все все очень просто если на самом деле-то разобрать то есть сейчас вот мы что видим что цены начинает прибивать к уровню да то есть каждый каждый хай у нас ниже предыдущего то есть все цены начинают прижимать к уровню и если такая тенденция у нас продолжится значит возврат в загранницей уровня намного больше вероятнее, чем отскок от них, да. Но, опять же, надо не забывать о том, что это может быть ложное пробитие, да, и цена потом может пойти чуть выше, потом опять ложное пробитие, вот как в этом случае, да. Было пробитие, цена подошла, было ложное пробитие и уход вниз. То есть, опять же, для этого у нас и существуют вот эти наши модели. Если модели нету, мы не торгуем, все просто. То есть, мы торгуем 3 паттерна поведения цены. Или, можно так даже сказать, торгуем 3 паттерна поведения бара. Вот и все. То есть, как себя бары здесь поведут? Если сейчас здесь, вот, допустим, у нас формируется резкая свеча, резкий барчик вниз, который заходит немножко, делает ложное пробитие, закрывается здесь, открывается здесь и начинает стремиться в эту сторону, эта модель подходит для нас. Это наш модель M2, да. То есть, цена у нас находится сейчас в районе где-то полтора своего дневного АТРа. Да, полтора АТРа, как раз 1000 у нас АТР, да. А цена у нас находится в диапазоне от пробития уровня находится с 164 пункта. То есть, это и есть, получается, полтора АТРа. Это нас устраивает по нашей модели. Полтора АТРа должно быть до уровня. Резкая свеча вниз на полтора дневных АТРа. Пробитие, открытие и возврат на обратно за уровень. Это будет свидетельствовать о ложном пробитии, да. Если формируется же такая модель, то тогда, то тогда это будет пробитие дальше, да. То есть, подойдут маленькими барами. Один маленький барчик проколит, чик, закроется. И дальше следующий будет открываться, тоже в ту сторону бежать. Значит, будет пробитие, а не ложное пробитие, да. Вот и все. И третье. Третье, получается, модель ложного пробития. Это если, допустим, сейчас с этого места будет резкий опуск вниз, да. И потом цена начнет резко стремиться вверх. То есть, не начнет тут мельтешить под уровнем и закрываться, да. А резко начнет бежать вверх обратно. Все, открываемся и забираем. Опять же, по мани менеджменту и риск менеджменту, учитывая наш стоп-лосик. То есть, наш стоп-лос, там, то есть, прокольчик должен быть, там, не больше 50 пунктов, да. Опять же, оцениваем, может ли нас что-то потом в обратную сторону удержать. Нет ли здесь никаких уровней, да. А уровней нету, то есть, да, прокол. То есть, если сейчас, допустим, сюда прилетает цена, потом обратно начинает двигаться в эту сторону. Здесь ищем точку входа. Все. Опять же, можно перейти на более или менее, на более мелкий таймфрейм, чтобы увидеть во время того, как цена возвращается назад, да, не бьется ли она, допустим, тут не бьется, не происходит ли накопление, да. Потому что мы-то работаем на часовом графике. На часовом графике мы видим удар вниз, прокол и, допустим, то, что цена начинает возвращаться назад. Переходим на более мелкий таймфрейм, видим все более детально, да. Вот. Видим, что, допустим, цена начинает биться, биться, биться. То есть, появился какой-то лимитный продавец, да, который нас не пускает обратно вверх. Это должно для нас стать, это должно для нас стать недопуском до входа в рынок. Вот и все. То есть, более детально, более аккуратно, более от больших уровней, серьезных исторических торгуем. И все у нас будет получаться намного лучше, друзья. Это все должно уместиться у меня в голове теперь. Это все должен запомнить. Еще раз буду пересматривать, несколько раз буду пересматривать видео. Но если я уже это проговариваю, оно уже у меня в голове есть, да. Не буду вас мучить в долгом видео, да, сегодня. В принципе, все, что хотел, я вам сегодня рассказал, вот, показал, да, как проводил я уровни, вот эти исторические сильные, где я их нашел. Вот. Теперь я вижу на реальных, на реальных новых исторических данных подтверждение этим уровням, да. Вот и все. То есть, надо теперь от них найти точку входа. То есть, будет она или не будет, эта точка входа. Дождаться, посмотреть, сегодня пятница, особо вот по Канаде, допустим, да, мы сейчас смотрим, американец-канадец, вот, по Канаде есть какая-то новость. На новостях мы знаем не очень сильно хорошо торговать, потому что может быть стрела вверх, стрела вниз разорвет нас просто-напросто, да, и все. То есть, если точка входа появится на новостях, тоже надо хорошо подумать и оценить наши риски, да, но стоит ли входить или не стоит. Вот и все. Ладно, друзья, хорошо, всем спасибо за внимание ваше, за вашу поддержку бесценную, ставьте лайки, пишите комментарии, если кому что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь, конечно же, на наши социальные сети, на наши мессенджеры, телеграм, ватсап, еще добавлю инстаграм, вайбер, кому где проще, все мессенджеры, все мессенджеры будут присутствовать в скором времени. Вот и все, что я сегодня хотел сказать. Торговать сегодня не буду, скорее всего, буду работать над расстановкой новых уровней, да, и отбором, и отбором инструментов на следующую неделю. Все, всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok